Третий год у Натальи тяжелые сны, Третий год ей земля горяча. С той поры, как солдатской дорогой войны, Муж ушел, сапогами стуча. На четвертом году прибывает пакет, Почерк нем незнаком и суров. Он отправлен в Саратовский лазарет, Ваш супруг Алексей Ковалев. Председатель дает подорожную ей, То надежды, то горем полна, На другую солдатку, оставив детей, Едет в город Саратов она. А Саратов велик, от дверей до дверей, Как найти в нем родные следы. Много раненых братьев, отцов и мужей На покое у волжской воды. Наконец ее доктор ведет в тишине По тропинкам больничных ковров, И притихше слышит она, как во сне, Здесь лежит Алексей Ковалев. Нерастраченной нежности женской полна, И калеку Наталья ждала. Но того, что увидела даже она, Не понять и узнать не могла. Он хозяином был ее дома тревог, Забивалый лихим кузнецом, Он ли, этот бедняга без рук и без ног, С перекошенным серым лицом. И не в силах сдержаться от горя пьяна, Повалившись кровать головой, В голос вдруг закричала, завыла она, Где ты, Леша, соколик ты мой? Лишь в глазах у него два горячих луча, Что он скажет, без руки, немой. И сурово Наталья глядит на врача, Собирайте, он едет домой, Не забыть тебе друга, былого жена, Пусть как память живет он домой. Вот спаситель ваш, детям сказала она, Все троем уклонитесь ему. Причитали соседки над женской судьбой, Горевал ее горем колхоз. Но, как прежде, вставала Наталья с зарей, И никто не видал ее слез. Чисто в горнице дышат в печи пироги. Столько вдруг, словно года назад, Под окном раздаются мужские шсаги, Сапоги по ступенькам стучат, И Наталья глядит со скамейки без слов, Как, склонившись в дверях головой, Входит в горницу муж, Алексей Ковалев, С перевязанной правой рукой. Не ждала, говорит, улыбаясь жене, И, взглянув по хозяйски кругом, Замечая чужие глаза в тишине, И чужого на месте своем. А жена перед ним, ни жива, ни мертва, Но, как был он в дорожной пыли, Все поняв, и не в силах придумать слова, Поклонился жене до земли. За великую душу подруги не вздят, И не мучают верной жены. А с войны воротился не просто солдат, Не с простой воротился войны. Если будешь на Волге, припомни рассказ, Незначай загляни в этот дом, Где напротив хозяйский в обеденный час Два солдата сидят за столом. Продолжение следует...